Телеурок Здравствуйте, дорогие ребята! Приветствую вас на уроке русского языка. Сегодня мне хочется начать наш урок русского языка с высказывания Рене Декарта. Рене Декарт – французский философ, математик, механик, физик и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики. Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применить. Если умело применить полученные знания, то вам всегда будут сопутствовать успех и удача. Послушайте стихотворение Александра Кушнера. Кто сказал, что мы подрались? Мы не дрались, а боролись. Правда, мы чуть-чуть кусались, и щипались, и кололись. Правда, мы друг друга мяли, и бодались, и легались. Нас, конечно, разнимали. Мы, конечно, упирались. Найдем слова, которые обозначают действие. К какой части речи они относятся? Правильно, это глагол. Тема нашего урока – обобщение знаний о глаголе. Сегодня на уроке мы с вами будем систематизировать и закреплять знания о глаголе как части речи. Давайте вспомним то, что знаем о глаголе. Глагол – это часть речи. Обозначает действие предмета. Отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?». Глагол связан с существительным. В предложении чаще всего глагол является сказуемым. Изменяется по числам и временам. В прошедшем времени в единственном числе изменяется по родам. Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?». Прочитайте тексты, сравните. Утро, солнце, лес, лесные жители, голосистый соловей, трудолюбивый дятел, зайчик под кустом, мышки в траве. Наступило утро, выглянуло солнце, лес ожил, проснулись лесные жители, голосистый соловей запел, трудолюбивый дятел застучал, умылся зайчик под кустом, зашуршали мышки в траве. Какой это текст по типу высказывания? Правильно, текст повествования, потому что ключевыми словами являются глаголы. Каким членом предложения являются глаголы? Сказуемым. Вместе с подлежащим глагол образует грамматическую основу предложения. Какую же роль играют глаголы в речи? По частоте употребления в речи глаголы занимают второе место после существительного. Лексическое значение глаголов разнообразно. Например, глаголы движения. Идти, бежать, лететь, плыть. Глаголы, обозначающие звукоподражание. Жужжать, мяукать, рычать. Глаголы со значением речи, мысли, чувства. Говорить, сказать, думать, повторять. Глаголы обозначают действие чего-либо, и значит, глаголы помогают нам выразить состояние, движение чего или кого-либо. Сказать о том, что происходит вокруг нас. Глагол – живая, деловая и деятельная часть речи, которая никогда не сидит на месте, вся в движении, суетится, бегает. Глаголы делают речь разнообразной и более красочной. Рассмотрите картину внимательно. О каком признаке глагола идёт речь? Он читал, он прочитал, он читает, он прочитает, он будет читать. Глаголы изменяются по временам. На что указывают глаголы настоящего времени? Верно, на действие в момент речи. И отвечают на вопросы «что делает?», «что делают?». На что указывают глаголы прошедшего времени? На действие до сообщения. Отвечают на вопросы «что делал?», «что сделал?». На что указывают глаголы будущего времени? На действие после сообщения. Отвечают на вопросы «что сделает?», «что будет делать?». Что характерно для глаголов прошедшего времени? Суффикс «л» и они изменяются по родам и числам. Прочитайте слова и на какие три группы их можно разделить. Съел, убегает, посеял, взлетает, поиграет, поёт, заговорит, моет, играл, бросит, будет петь. Распределите глаголы согласно временным группам. Настоящее время, прошедшее время, будущее время. Проверьте себя. Сделайте вывод. Молодцы, ребята. Прочитайте текст. Весна пришла. Наступила долгожданная весна. По овражкам зазвенели весенние ручьи. Душистой смолой запахли почки. Проснулись леса и луга. На лесных полянах расцвели весенние цветы. Загромыхала первая гроза. О чём идёт речь в тексте? О весне. Есть ли в тексте глаголы? Назовите их. В каком времени употреблены глаголы в тексте? В прошедшем. Я даю творческое задание. Измените глаголы первого абзаца на настоящее время, а глаголы второго абзаца на будущее время. Проверьтесь. Глаголы изменяются по числам. Глагол в форме единственного числа обозначает действие одного предмета. Например, летает, расцветёт, цветёт. Глагол в форме множественного числа обозначает действие двух и более предметов. Например, летят, растут, цветут. Определите число данных глаголов. Выпишите сначала глаголы в единственном числе, потом во множественном числе. Сидят, несёшь, смотрят, играет, едут, говоришь, выросла, думаем, поём, иду, читаете, несёте. Проверьте правильность выполненного задания. Глаголы в прошедшем времени в единственном числе изменяются по родам и согласуются в роде существительном, с которым они связаны. В мужском роде они имеют нулевое окончание. В женском окончание – а, в среднем роде окончание – о. Выберите нужное окончание, определите род глагола прошедшего времени. У двери стоял маленький ребёнок, в шкафу стоял хрустальная посуда, среди грядок стоял соломенное чучело, на полке стоял разные книги. Проверяем. Спишите текст, вставьте пропущенные окончания глаголов прошедшего времени. Определите род и число глаголов. Проверьте себя. Глагол – упрямая часть речи, которая может устраивать нам ловушки в виде орфограмм. И об одной из них говорится в четверожтишии. Не выучил – не делай. Не знаешь – не спеши. С глаголами отдельно частицу «не» пиши. Какое правило вспомнили? Частица «не» придает глаголам отрицательный смысл. И пишется с глаголами раздельно. Но в этом правиле есть исключения. Вспомните, какие слова пишутся слитно с частицей «не». Правильно, те слова, которые без «не» не употребляются. Прочитайте рассказ про скучного мальчишку. И определите, в каком случае нужно писать «не» с глаголами раздельно, а в каком – слитно. Скучный мальчишка ничего не хотел. Не хотел рисовать, не хотел читать книгу, не мечтал куда-нибудь попутешествовать. «Пойдешь гулять?» – спросят его ребята. «Не пойду», – глухо отзывается скучный мальчишка. «Поехали на речку загорать», – зовет его мама. «Не поеду, ненавижу речку», – говорит скучный мальчишка. Ничего его не радовало. Он только негодовал. Мама его недоумевала. «Наверное, ему не здоровится», – решила мама. И позвала доктора. «Не беспокойтесь», – сказал доктор. «Не волнуйтесь и не переживайте. Ваш мальчик не заболел. Просто он очень подружился с частицей «не». Выпишите слова с раздельным написанием «не» в первый столбик, со слитным во второй. Проверьте себя. Образуйте от словарных слов родственников глаголы. Докажите, что это глаголы. Веселье, дежурный, мороз, ворона. Веселить, дежурить, морозить, проворонить. Почему от слова «ворона» было трудно образовать глагол? Получится глагол в переносном значении. Что значит «проворонить»? Когда так говорят? Проворонить, упустить, прозевать, просмотреть. Замените фразеологизм глаголом в неопределенной форме. Проверьте себя. Витать в облаках, мечтать. Бить баклуши, бездельничать. Повесить нос, грустить. Надуть губы, обидеться. Зарубить на носу, запомнить. Отбиться от рук, не слушаться. Наш урок подошел к концу. Вы хорошо поработали. Давайте обобщим все, что мы повторили сегодня о глаголе. Соберем ромашку, глагол. Глагол – это самостоятельная часть речи. Отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?». В предложении зачастую бывает сказуемым. Глагол изменяется по временам, имеет форму настоящего, прошедшего и будущего времени. Глагол изменяется по числам, имеет форму единственного и множественного числа. Глаголы прошедшего времени единственного числа изменяются по родам. Частица «не» с глаголами пишется раздельно. Проведите анализ своей деятельности. Закончите фразу «я узнал», «научился», «могу». Поднимитесь на гору успеха. Определите, какой высоты вы достигли при получении новых знаний. Послушайте творческое домашнее задание. Составьте синквейн на тему глагол. Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим правилам. Первая строка. Одно существительное, выражающее главную тему синквейна. Вторая строка. Два прилагательных, выражающих главную мысль. Третья строка. Три глагола, описывающие действия в рамках темы. Четвертая строка. Фраза, несущая определенный смысл. Пятая строка. Заключение в форме существительного. Ассоциация с первым словом. Например, глагол. Живой, яркий, работает, знает, говорит. Без него и шагу ступить нельзя. Действия. Благодарю всех за внимание. Спасибо за урок. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова